Всем привет друзья, вы на канале Воин. Бывший чемпион Оскар Далахоя показал свою тренировку перед возвращением в бокс, которая случится 11 сентября боем против бывшего чемпиона UFC Виттера Белфорта. Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах провести 28 августа в Лос-Аншелесе вечер бокса, в котором чемпион WBA и IB в первом полулегком весе Мураджон Ахмадалиев встретится с обязательным претендентом на титул WBA Рони Риосом, а чемпион WBA в первом наличайшем весе Хиротоки Агучи пройдет объединительный поединок против чемпиона WBO Элвина Сото. Также в этом вечере бокса может выступить хорватский супер тяжеловес Филипп Ургович. Бывший чемпион Реджес Прогрейс и Майки Гарсия не могут достигнуть договоренности о бое из-за финансовых условий. По информации инсайдера и агента Рика Глассера, если о поединке договорятся, то это будет 12-раундовый бой в первом полусреднем весе. О том, какие титулы будут стоять на кону, пока неизвестно. Мурат Гайсев и Михаил Валиш прошли процедуру взвешивания накануне поединка, который состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 22 июля. На кону поединка будет стоять пояс WBA Азия в супер тяжелом весе. Прямая трансляция боя будет доступна на телеканале РЕН-ТВ. Начало 23.00 по МСК. Эксперт Дозон Серхио Мора прокомментировал длительный простой вне ринга Геннадия Головкина. Мне кажется, Головкину нравится отсиживаться. Ему уже 39 лет, и он хочет больших боев, денежных боев, будь то трилогия с Канелло или какой-нибудь другой поединок. Еще нужно понимать, что Геннадий – панчер. А для панчера, в отличие от боксеров, 7 месяцев вне ринга – это не такое долгое время. Я уверен, что простой в 7 или в 10 месяцев никак не повлияет на Головкина. Надеюсь, что его бой с Канелло состоится, потому что именно он может его мотивировать. Журналист Дэн РФЛ поделился свежей информацией о переговорах по бою Геннадия Головкина и Риото Мураты. Изначально планировалось, что объединительный бой Головкин-Мурата состоится 31 декабря в Токио на арене Токио Дом. Однако этот поединок может быть перенесен на другую дату и другое место. Переговоры в процессе, они на стадии обсуждения условий, и между лагерями циркулирует предложение по корректировке. Скорее всего, бой состоится 28 декабря на Сайтама Суперарена в Сайтаме. За пределами Токио. Обладатель пояса WBO Интернационал Денис Перенчик поделился мнением о предстоящем поединке Александра Усика против Энтони Джошуа. 25 сентября будет бой Джошуа против Усика. Как оцениваешь шансы Александра? В 2011 году я смотрел его поединки, алло, 937-99. Смотрел поединки его, это было Баку, чемпионат мира. И там его, конечно, протягивали. После этого мы поняли, что он будет олимпийским чемпионом. На олимпийских играх его тоже там и Стивенсон его тягал, и некоторые другие его неплохо, можно сказать, разбивали. Но, увы, судьи смотрели в его сторону и ему, можно сказать, прилепили олимпийскую медаль. Он в финале выиграл, все как надо там, типа, но, зная его, он, конечно, чемпион, выиграл у Кличко, он многие являются с поясами. Это будет тяжелая работа, но, конечно, мы на стороне наших украинцев за Александра Усика, за его технику, за его передвижение. Я думаю, он его разобьет, кабину ему нафиг разобьет. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то поддержите его своим бойцовским лайком. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Ваше мнение очень важно. И самое главное, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачного дня и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok